Региональное банковское сообщество сегодня волнует три насущных вопроса. Нормативы достаточности капитала по мировому стандарту Базель-3, декапитализации региональных банков и новый закон о переводе средств оборонно-промышленных предприятий на счета в государственные банки. Многие предприятия оборонного комплекса и те предприятия, которые с ними работают по кооперации, обслуживаются в других кредитных организациях. И там они часто подпитываются обороткой, которую, скажем так, не всегда возможно получить в этих госбанках. Не секрет, что предприятия оборонки работают не только над государственным заказом, но и выпускают продукции для других сегментов экономики. И здесь возникает трудность в кредитовании другими банками для этих целей. Меньше конкуренция на рынке кредитования, когда меньше круг банков, с которыми ты работаешь, естественно, всегда возникает вопрос о качестве обслуживания и о цене обслуживания. И это тоже беспокоит представителей оборонного комплекса, что они могут здесь проиграть. Чтобы этого не случилось, до 1 сентября текущего года и банковскому и промышленному сообществам, а также Центробанку предстоит в кратчайшие сроки проработать механизмы нового закона и принять необходимые подзаконные акты, чтобы предприятия ОПК не остановили свое производство, не ослабив тем самым оборонный щит страны. Одно из предложений будет, главное, отсрочить введение этого хотя бы закона, с тем, чтобы все заинтересованные стороны могли собраться, обсудить и откорректировать возможные проблемы, которые сейчас уже имеют место быть. Чтобы не разбалансировать существующие отношения, не создав условий для новых. Кроме этого, представители ассоциации считают, что к средствам декапитализации региональных банков следует допустить как можно большее количество игроков кредитного рынка. По подсчетам, сейчас в загашнике декапитализации находится как минимум 8 миллиардов федеральных денег. За счет полученных ранее средств местные банки спасли посевную компанию и другие региональные программы. Я хочу сказать им огромное спасибо за то, что они, не получив декапитализации, тем не менее продолжают кредитовать малый и средний бизнес. Итогом заседания ассоциации в Нижнем Новгороде станет резолюция, тезисы которой представители регионального банковского сообщества озвучат в Сочи на 13-м международном банковском форуме в сентябре этого года.